Мы начинаем сейчас новый абзац в книге Таня. Новый абзац. То есть у нас был ряд уроков с первого урока, первой главы Таня до 17. Мы не завершили все, правда, но уже надо начинать следующий этап. Следующий этап начинается с 18 главы. В чем разница? Что за новый абзац? Мы же сразу, самая основательная, можно сказать, страница в Таня, это когда открыли книги. И прямо в книге, в начале книги, в выступлении книги, она будет характеризовать цель этого книги. И он цитирует слова, которые были сказаны Мессией. Народа Израиля перед входом в землю Израиля. Очень близко это к тебе. Ваши уст, ваши мысли и ваши действия выполнять. Что это за очень близко? Ну, быть правильный еврей. Быть праведником, или быть бейнуным, или быть грешным. Что-то очень близко. И сразу Ребе говорит, что это удивительно. Ну, ладно, человек может и очень близко ему не грешить. Он должен просто не грешить, не тистоть. Он может также и мальчить, мальчать. Человек может и способен не говорить. Может. Он, человек, может, если он будет под сильной волей, и не думать о том, что нельзя думать. Отвлечь мысли. Но в сердце человек вроде бы не владелец своего сердца. А как человек, можно говорить к любому человеку, что ему и у него задача быть близко, быть правильным евреем, то есть любить Всевышнему, бояться Всевышнему, очень близко. Понять или не выполнять заповедь, близко. Человек решает. Человек хозяин на своих поступках. У него нет отговорки. А сердце, сердце не прикажешь. И нам говорил Рэбе, что путь к этому есть, он даст, предложит нам путь длинный, но короткий. И есть еще один путь, который он будет предлагать нам. Короткий, но длинный. И мы тогда, когда мы начали учиться, мы пытались понять разницу между них. Я сказал, что есть такое учение мудрецов-мусар. Мусар, это линия, которая до сих пор существует в иудаизме. Что такое мудрецов-мусар? Они, это серьезных мудрецов, великими людьми, к душим и праведники, святые праведники. Они собирали много высказываний мудрецов о поведении человек. И говорили человек, вот видите, как мудрецов говорят, что тебя нужно вести себе. Так веди себе. Так правильно и прилично. И так Всевышний тебя ожидает. Но, говорит человек, я хочу, не получается. Если не получается, что ты знал, Всевышний тебя накажет. Будет тебя определенные виды мучения, в аду, которые будут тебя мучать. Тебе не стоит не выполнять. Выполняй. И человек, когда вникает в таких угрозах, он начинает переживать и вести себе правильно. Или говорят ему, если будешь выполнять, Всевышний тебя будет вознаграждать. Такие вознаграждения, другие вознаграждения, в раю, в этого мира, в герядущий мир, будет разной видой благе тебя. В чем проблема с таким видом воспитания, говорит Хаси Гуд? Ну, тройная. Первый. Если человек выполняет или не выполняет, но или другой заповедь, потому, что он боится, то он не делает это для Всевышнего. Он делает это ради себя. Он тут по центрам событий, не Всевышний. Почему он выполняет, одевает филин? Потому что, если нет, у него были проблемы. Какие проблемы? Напишем, что человек, который не одевает филин, первый, который съедает червяки в гробу, это голову и руку, который не одевает филин. Так написано. А я не хочу, что меня будут съесть червяки. А? Хозяину уже будет все равно. А где такое написано? Ну, написано где-то. Хозяину головы. Написано. А это кого-то? Есть еще много, 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 много чего, где написано, что человек выполняет так, то будет такая, такое поведение после смерти. Если так, будет другое. И еще людей, которые выполняются совершенно не как надо, они превращаются потом в собаки или в разных других видов животных и на них издеваются. Видишь? Все, что есть в мире, взятая сторона. То есть, получается, что есть разные виды наказания, так человек почему выполняет заповедь? Не хочется бить собакой. Не хочется ему бить собакой. Ни лошадь, ни собака, ни мишка. Зачем ему надо? Чтобы хозяйки начнут гонять за него с какой-то швавру. Помогу дадут. Не хочется. То есть, не надо им это. Поэтому, поэтому человек не выполняет заповеди и за Всевышнему, а за себя. это первый недостаток. Тоже самое, если он будет выполнять заповеди за благо, которое он получит. В рай он получит благо, вынужденное благо. Если он будет выполнять заповеди определенные, обещают ему богатство в этом мире. Если он будет выполнять другие, другие благи и так далее. зачем ему это, он хочет, что ему будет хорошо. Так зачем он выполняет заповеди ради Всевышнему и ради себя? Это серьезный недостаток. Но есть еще сложнее недостаток. Даже если человек делает это ради Всевышнему, это было начало мотивации. Когда он был маленький, он боялся ад или хотел получить благо, а потом он стал воспитан, и начал учить Тору ради Всевышнему, начал выполнять заповеди ради Всевышнему. Есть тут еще глобальный и очень серьезный недостаток в этом линии воспитания себя. Какая? Это бесконечная дорога. Бесконечная дорога. Никто не научил человек как не захотеть грешить. не захотеть не захотеть никто не научил. Человек не изменялся. Есть он, есть заповеди, есть его привычка, и он привык жить правильно. Поэтому он выполняется, но он сам не изменился. и поэтому это бесконечное испытание. Еще раз будет испытание, еще раз будет испытание, еще раз может быть в один раз он будет сломаться, будет раскаиваться и сломаться, раскаиваться, сломаться, он не изменится. Ну, пример к этому, если мы говорим ребенок, что надо чистить зубы, каждое утром он просыпается, он должен взять щетку, положить чуть-чуть пасты и чистить зубы. А они не хотят это делать. И ему говорят, посмотри, мы видим твои зубами вот вчерашняя еда, это некрасиво, а ему все равно не хочется. Первый раз, когда он сталкивается с свой ровесник, который начнет посмеяться над него, и он уже когда пойдет в школе или в детский сад, начнет чистить зубами. Когда родители говорят ему, слушай, даже когда ты не ходишь при людях, надо чистить зубы. Почему? К врачу попадает, будет больно, нехорошо будет. Ну, он не слушает, и через время зубы, конечно, болели. И первый раз, когда его вырвали зуб, он уже хочет начинать чистить зубы, без вопросов. Ну, сколько времени это будет держаться, пока не забудет, как это было больно. А часто это происходит очень быстро. Когда меняется, когда он привык, привык. Где мы видим, что человек, что этого ребенка изменился, когда он просто не способен ложиться спать, пока не чистил зубы. Вот тогда мы видим, что ребенок изменился. У него это стало своей жизнью. Иначе постоянно тонул, устал, ну, хорошо, завтра, ничего страшного, почистим завтра. А когда он изменился, мы понимаем, что воспитание удалось, привычка удалась, что он не может спать, пока не чистил зубы. Не получается, он не спит. Не спится ему. Когда мы говорим о взрослой жизни, более серьезной жизни, мы понимаем, например, что человек должен кушать правильно, иначе болезнь, болезнь, но плохо. Сколько из нас этого слышали? Очень много раз. Сколько раз, сколько из нас кушают правильно? Несколько. Да? Почему? потому что привык делать что хотим. Когда перестаем что хотим, и так далее. когда получаешь первой инфаркт, вот тогда понимаешь. И то, насколько время, когда инфаркт, боль, инфарктом, вспоминаешь. и так далее. Хасидут что предлагает? Хасидут предлагает совершенно другой путь. Хасидут предлагает тебе измениться внутри, быть другой человек. Поэтому первый путь, то, что называется длинный, но короткий, говорит нам Ребе первый, у вас есть божественная душа, есть животная душа. Божественная хочет вот так, она вот такая, животная вот она вот такая. И поступки, которые поступаете, не потому, что у вас плохие привычки, а потому, что у вас есть животная душа и божественная душа. И вам нужно вверх поднять божественная душа, и тогда уменьшать влияние на вас внутри животная душа, и тогда не захотите грешить. Не захотите грешить, и захотите связываться со Всевышнему через заповеди. А как это завершилось, когда вы это чувствуете? Вы не просто говорите об этом, не просто знаете это, не просто соглашаетесь к этому, а чувствуете. А как это чувство выражается, любить Всевышнему, или бояться Всевышнему? И тогда, если человек уже чувствует любви ко Всевышнему, или страх перед Всевышнему, что это за человек теперь, вот он бы и не он грешать не станет, никогда. Не будет и не был, и никогда не будет. Все, грешать бы не будет. Ну, тогда, что за продолжение сейчас? Продолжение остается на той же вопрос. Это близко? Вот мы учили в 17 первой главе. Кто из нас любит Всевышнему теперь? Или хотя бы боится Всевышнему? Ну, кроме Кацмана. Петя, Кто? Почему, почему, почему никто? Потому что это не так просто. Это огромный труд довести сознание к чувству. Огромный труд. Это внутреннее изменение, которое не каждому дано. Не смотря, что это бенуни, не каждому дано. И постолька, что не каждому дано, еще задается тот же вопрос. Как близко, так сильно, как Моше говорит, здорово, а Моше говорил это тоже такими, как мы, что близко нам выполнять, мыслит, говорит и чувствовать, как близко, как это близко. Поэтому предлагает Ребе более быстрое сокращенное путь, но она будет не такая она будет быстрая, но очень-очень длинная. То есть она тоже будет в определенном понимании бесконечное. Но это будет хасидский, не по мусалу, как я говорил, а хасидский вариант, по хасидут, быстрый удар, как я могу чинить себе, не захотеть грешить и захотеть выполнять заповеди, и тем не менее это будет не до конца воспитания. Это будет не совсем моя услуга. Как это понять? Это будет короткая дорога, длинная. Мы говорили, что у мусар был очень короткая дорога, какая-то короткая дорога, дорога, которая говорила, грешишь, будешь гнить в мигилу, тебя будут бить, ты будешь страдать, тебе будет болезненно, не надо это делать, не надо испытывать в совершенном. А если будешь делать, тебе будет богатство, ты будешь в раю, тебе будет очень хорошо, тебе выгодно это делать. Это быстро. Почему быстро? Нам понять. Нам это понять, этого не может смириться. Это выглядит, что это для всех вишнему, это для себя. И второй, как мы говорили, это бесконечно. Бесконечно. Постоянно надо вспоминать себе, будет больно, будет больно, будет больно. Иногда все равно пусть будет больно. Хочу сейчас получить кайф. Часто это бывает. хасидский вариант совершенно другой. А как это может быть? Это так, потому, что я такой. Я это хочу. хасидут сейчас объяснить нам, книги Тани объяснить нам, почему я хочу выполнять заповедь? Потому, что это я. Почему я не хочу грешить? Потому, что это против я. Я не могу. Не потому, что я хочу быть близко ко Всевышнему, я это не чувствую. Не потому, что я боюсь отделиться от Всевышнему, как это было сказано до семнадцатой включитель на голове. Потому, что я не чувствую это. Но, потому, что это я. А я не могу по-другому. Я такой. Сейчас будем учиться. Вот, сейчас будем учиться. Не сейчас, а вот несколько уроков будем учиться. То, это вопросы, которые будем вникать. То, почему это короткое? Потому, что это я. Почему я не гавкаю? Я не собака, я человек. Почему я хожу на ноги, а не на четверть? Потому, что я человек. Почему я не я не знаю, я мурчу? Потому, что я не кот, я человек. Нет вопроса. Почему я выполняю заповеди, потому, что я еврей? Вариант нет. Нет варианта. Я не могу без этого. почему это бесконечно? Потому, что это надо вспомнить постоянно. Ведь мы ведем себя иногда как собаки тоже. Не смотря, что мы люди. То, есть, этому надо постоянно воспоминания, что мы все-таки люди. не понял. Ну, как вот это индироганде дедушка. Если с другой стороны тоже с бомбой. Ну, вера калауна, он же за это. Не надо много, сейчас не надо много делать. Вот напротив в нас есть собака, которая напала. Надо вывести себя как собаки и кусать его обратно. И делаем это удачно. Вот и все. Не переглашаются, мы отвечаем. Мы не такие. Так, 18 главе. Я буду читать на евреи. Это русскоязычная версия, 113 страница. Парк близко к тебе эта вещь очень. Надо правда знать, ки афми шадай тэйк цору би десешем. Который, человек который, мало который добывается в понимании величия Всевышнему и сближение Всевышнему и влияние Всевышнему в этот мир. Этих знания, которые помогают нам лобит Всевышнему. И нет люб для обвин в гедула сэнсэйв ברуху если он не хватает церц панят вели чэв Всевышнему для чего это панят лобит мимэнно дехилу вирхиму для того что параз дат изэт аввазнания в страх перит Всевышнему и лобви перит Всевышнему. И этого знания которое не хватает даже согласия своего мозга своего знания разума и своего сердца тоже не хватает. Мы этим главе слабо учились начала война поэтому мы слабо учились я коротко объясню. Иногда человек не чувствуется но он соглашается твердо соглашается например человек не чувствует что ему не надо есть плохое плохое еда но он соглашается что это плохо и это соглашение настолько влияет на него что он перестает кушать неправильно то есть это определенное как будто бы разумное чувство это не чувство конечно чувство чувство это совершенно по другому но разумное поведение к чувству к действию поэтому это считается любви которого своего разума афальпикен и несмотря что это человек то есть мы не можем чувствовать и не можем соглашаться даже к этому кори в эйлов адоб ворны ой очень близко нам что близко лишь мой в ласоис кол митвес атеру выполнять и соблюдать все заповеди всевышнего и даже учитор беспередивно бефив которые которые этим мотивируют то есть несмотря несмотря что человек не достиг не достиг достаточно знания понимания согласия величие то я недостаточный готов к этому понятно что если я почувствую страх или любви и 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 любви и страха я никогда не буду грешать говорит я вам расскажу путь как это делается быстро когда вы видите из урока вы все сможете выполнять за инструкция и быть очень очень хасидски датичные люди и быть беймани если будете выполнять из-за того инструкция спрашивайте вы вот наш преподаватель вроде бы учился и не такой вопрос хороший вопрос но рэби говорит что если будете понять то так будете вести себя а какая это тогда любви какая какой это секрет говорит рэби сразу это любви это скрыт любви которая есть в каждого еврея скрыт это не значит что она спряталась она под подкрытие надо ее раскрыть раскрыт но она и есть по рождению когда мы говорим мы не способны мы врём себе объясню если к нам придёт человек и мы скажем его почему ты кусал другой меня разозлил ты что собака нет ты человек да сдержи себе в руки не могу что мы говорим ему врёшь можешь можешь воспитывай себе не хочешь а можешь даже самое если еврей говорит нам спрашивай почему ты не приходил в субботу в сына богу слушай я не могу можешь врёшь себе можешь врёшь себе ты хочешь это ты просто врёшь себе неправда ты говоришь если человек говорит я не могу верить в священному врёшь веришь в священному ты в себе врёшь то есть говорит ребе это не вопрос это на уровень как человек не может нам оправдывать его нечеловечность потому что они способны мы говорим не принимаем ваши ответы почему не принимаем точно можешь ты человек не ври не ври себе не ври нам то же самое когда еврей подходит к нам и говорит не могу я быть правильным евреем и говорим ты врёшь неправда можешь должен ты вред должен можешь и должен ну почему разные почему разные если я могу я должен я я что если я могу быть человек решил быть собака это наказуемо наказуемо почему должен быть человек должен ты не можешь ты не можешь хотеть не хотеть ты должен быть человек что это за поведение если человек захочет как собака собака ходить значит ты вот там голый его соберут и положат где надо почему должен не не можешь а должен. Еврей не может сказать я не могу. Можешь и должен. Поскольку что ты еврей, у тебя выход нет. Это не выбор. Это данный. Ты должен. Самое главное это понять почему мы так говорим. Человек говорит я не чувствую, что я могу. Я не чувствую, что я такой еврей. Я не чувствую такой. Как ты можешь такой говорить? Ты еврей такой. Я не такой еврей. Говорит нам Ребе Шеги Егушанону Мависейну Мы это не выбираем. Это против нашей воли. Это наше наследство из наших предков. Ты не выбираешь как я не выбираю быть человеком. Я человек. Я родился человеком. Я не родился животным. Я родился человеком. У меня такие данные. Так же самый еврей родился такой. У него выход нет. Это наследственно. Поскольку что это наследственно говорит Ребе что у нас есть четыре вопросов. Надо начинать с понимания. Какие вопросы? Эх Егушанону Как это может быть наследственно? Понятно. Я еврей потому что моя мама была еврейка. И это до конца времен. До начала времен. И так же сами каждого из вас присутствующий на урок. Вот такие данные. Об этом нет вопроса. Вот такие мы. Что нам делать? Тут говорят что любви ко всевищему это наследственно от нашей предки. Как может быть любви наследственной? Любви может быть наследственной? Мы что любим того что наши отцы любили? Мы можем наследственно мыслить как они. Мы можем наследственно вести себе как они. Мы можем наследственно много чего делать как они. Но чувствовать как они нет. Если папа был профессор математика это означает что я математик? Нет. Это не папа. Папа имеет знания математика. То есть есть математика есть папа а он учился математикой поэтому я могу быть не математикой а физикой. Какая разница? Та же самая мой отец любил мою мою маму я не люблю его жена. Я люблю мою маму не его жена. Это разные вещи. Он мог любить еще другую жену поэтому что я не могу любить того что он убил и я не могу и не хочу это не надо. Как можно сказать что из-за того что моего моих предки Аврагам Ицхак Ияков любили Всевышнему поэтому и я люблю Всевышнему и это наследственно. Как может быть любви наследственно? Первый это так а вопрос как? Первый вопрос как она наследственно второе вопрос во как них лал ой извините я чуть-чуть аппереди цов левайер хейтев шей рэш аввозу шой рэш аввозу это значит корень этого любви почему я люблю так леб почему я люблю леб потому понимаешь почему я люблю леб потому что он хороший еврей корень этого любви какая наши схожие какие-то отношения это называется корень этого любви когда я говорю что я люблю мороженое корень этого любви люблю сладкого и холодного и люблю когда это нежно люблю мороженое вот это корень любви почему я люблю допустим учить тору почему я учился меня нравится как тор меня учит меняет я люблю быть ближе к знанию всевышнему мне это нравится я хочу это вот это корень любви почему я люблю мои детей корень любви какой потому что они рождены мной у них есть моя генетика это алогично но у меня понятно корень этого они мои начали они мои жизни я люблю их есть корень этого любви а когда меня говорят что наследственно я люблю причина этого любви какой что тут какое тут начало любви корень этого любви что это за любви как это выражается это выражается впоследствии я люблю мои детей в цену не есть мороженое и много чего не делают почему они я они это я люблю их намного больше чем чего либо я люблю мороженое не в цене моего здоровья то есть когда говорят что что наследственное это значит какая что это за любви что это за наследственной любви да второй вопрос какой она по сути как она выражается что я хочу из этого любви то есть когда я люблю мои детей что я хочу что я хочу для детей что они будут счастливы почему не я тут в центре а мои дети почему это я я хочу что они будут счастливы со мной без со мной это уже не важно когда я люблю мороженое что я люблю что она исчезает в меня да и так далее то есть вопрос что что это за любви что я хочу тут этого наследственной любовь что я хочу что я должен чувствовать этого в этого любви третье как мы говорили как она наследственная нам как это наследство и третье и четвертое как в этого наследственной любви включает в себе страх почему почему это вопрос мы поймем это когда я люблю мороженое почему я люблю мороженое мы уже говорили что я боюсь что я боюсь что я выйду на улицу и не будет где купить кошерного мороженого почему я боюсь это из той же причины что я люблю нет другая причина это вкус это да причина что я боюсь я привык мне тяжело без нее это другая причина когда я люблю например мои детей я люблю их что я боюсь я боюсь терять отношения почему я боюсь терять отношения почему я боюсь терять с моими детьми отношения потому что я не хочу их терять теперь причина другая не их а я люблю я их а боюсь от себя это другая причина то же самое отношение между муж и жены я люблю из одни причина боюсь что она будет меня мучить это разные вещи разные вещи а тут получается что у нас говорят что наследственно я люблю и с ней и боюсь как это смешивается как одно вместо переплетает между друг в другу для того что это понять рэбе сразу начинается очень очень интересное понимание кто такие были наши предки в раме царкияков и отсюда мы поймем что они дали нам и в каком честь они дали нам в наследство еврейства а это очень серьезный вопрос вид если я хочу стать украинец что мне нужно делать жить здесь и убедить государство украина что я полезен этого государства и получить паспорт я украинец не надо больше ничего делать быть гражданин если я хочу быть черный что я должен делать не могу не могу почему не могу почему я могу быть черным у меня другая другой цвет кожи в генетика другая не могу я не могу да то есть получается что быть евреем это нечто какое-то между это не как быть украинец это как стать черным данным есть или нет если есть еврей если нет не еврей как такого можно давать как такого можно получить в наследство как такого может вот это услуги наши предки и для того что это понятно я дам маленькое вступление которое потом следующий урок с Божьей помощь будем продолжать когда в совершенном сотворил первый человек на земле написано что всевышенный вдохнул в него душа написано что первый человек была целая божественная душа которой ни у кого больше не было то есть с ног до главы его вдохновение было божественная душа а в дальнейшей поколении людей получили только кусок кусочка из этого душа этого душа была разделена на 600 тысяч и этих 600 тысяч еще на много много частей было разделено поэтому нам говорят что мудрецов они получили из уровня разума Адама душа Адама и поэтому они такие праведники и вожатые и мудрецов других получили от от ногтей или от стопы как написано в Зор что это наше поколение стопу самое самая нечувствительная самая простая душа да и вот это кусочек кусочек души получили и мы говорим что было этапности как этого душа божественная душа была дана почему это так почему Адам не дал наследство всех его потомки здесь надо понимать процесс сотворения когда Всевышнему сотворил птиц у них есть душа они животные они живы у них есть душа этого душа не написано нигде что Всевышний вдохнул в них душа не вдохнул Всевышний говорил да будет птиц они появились так есть когда Всевышний хотел что будет животных среди животных очень умные животные написано где-то что Всевышний говорил да будет я вдохнул в животных душ или я вставил в них душу я говорил их душу нет это было как-то целное сотворение будет животные и они встали с том же душа почему именно у человека должно быть вдохновление душа какая она должна быть отсюда мы понимаем что душа такая же как есть у животных ее не надо вдохнуть она просто появляется это часть сотворения то есть человек сопровождает животная душа по инерции человек включен в себе животная душа человеческая животная душа кроме того Всевышний вдохнул спец душа спец душа и эта спец душа она находилась у Адама а потом она появилась по Боже Всевышному соглашения по разных людей написано в книге Зухар что все которые указаны в души поколения которые указаны между адам и нуаха появилась в них часть душа у Каим не была душа у Хевель написано что была несмотря что адам еще жив у Лемех была душа не знаю я не понимаю в душу животная душа была я же только что говорил что животная душа она по инерции появляется человеческая животная душа человек есть человек есть животная душа а спец душа это Боже Всевышний решает кому давать кому никому не давать то есть получается что у Лемех была Божественная душа у Немрод не знаю наверное нет у Терах отец Авраам не было у Нох была у Шам была у Хам не было так написано в ЗО пока не пришел Авраам Авраам по определенно своего причинства получил право он получил эту дарение но его заслуга перед Всевышним была настолько сильна что он наследовал он дал в наследство это Ицхак но не дал это Ишмаэль Ицхак его заслуга была настолько сильна что он дал в наследство оба его сына сыновьей Иейсав и Якова у Якова была настолько сильна его заслуга что он наследственно отдал это 12 его сыновья без исключения и дальнейшей по отцам она была передана до дарования Тору и при дарования Тору Всевышний решил дарования Тору их передать по материнской линии так Всевышний решил и вот в это спецдуша она такая которая в ней просто заложена как душа человеческая душа животная человеческая душа она часть от нее это значит бит человек и ни одного человека на земле не может говорить я собака потому что он человек у него нет оправдания поэтому обладатель божественной душа которая была наследственно дана нам мы не можем от нее отказаться хотим не хотим будем что делать то и делаем все равно она у нас и ничего не поможет и если у тебя мама еврейка ты такой ты получил это данный вопрос теперь что это данный дает что это дает и для того что не будет никакого сомнения никакого преимущества на других людей у нас нет в план что нам что-то положено а им не положено это уже нацизм да расизм нацизм нет не такой у нас есть из-за этого одна большая обязательство только обязательство а это обязательство заложено в это в душах какое обязательство не понять 613 заповедя и быть еврей и все это все преимущества но если делаешь это это большая блага сомнения и сомнения и сомнения